Давайте подведем итоги группового этапа. Не самые, наверное, хорошие результаты показала команда в плане именно итогового счета. Но вот по игре, может, вы нашли какие-то яркие, хорошие моменты? Ну, яркие моменты, так, найти-то мы нашли. Но само то, что идет волнение у ребят, да, вроде там не предвещает ничего, потери мяча идет, не концентрация. Ну, сами себе все нарисовали, нарисовали. В принципе, мы изучали соперника, все объясняли. И моментами это было, мы выходили, мы создавали эти ситуации в 3-3, мы в 4-3. Мы этого, то, что мы планировали, да, это было, опять же, опять же, это было только всплесками. Хотелось бы, да, что было это уже как бы более осознанно. Но пока есть материал, будем работать. Мы увидели на сегодняшний этап, на каком месте мы сейчас, да, чисто узбекский футбол. Ну, будем работать. Ну, самое главное, дети, потенциал у детей хороший. Будем стараться. Как в 16-летнем возрасте находить для ребят мотивацию? Вот перед третьим игровым днем не было очков у команды в таблице, и нужно было как-то настроить ребят на то, чтобы выходили и бились за каждый мяч? Ну, вот даже вот если сейчас сравнить вот эти наши две игры предыдущие и сейчас, да, например, сейчас я скажу, мы на равных бились и ничего, мотивация. Мы до этого в сборную ездили в Хорватию, там тоже первую мы игру проиграли 3-0, потом попали под Ирландцев в третий день 6. Потом как-то дети восстановились, потом мы по группе Черногорцев обыграли, потом Болгарию обыграли и заняли 5-е место. Ну, сейчас что-то... И даже все равно по подготовке к этому турниру, получается, у нас аномалия, там у нас была холода, и получается, после турнира, после сезона дети многие отдыхали, да, получается, пауза и подготовительный период к этому турниру у нас был очень такой смазанный получился. И вот то, что есть, то есть.